Озвучил Зози. За перевод спасибо фан-сап группе BTS Барахэ. Шучвита. Время выпить с Шугой. Спонсор озвучка фанфиков Вайфу в голове. О, Шучвита! Так много людей приходили. Я так больщён, что не знаю, что сказать. Сегодня попробуем фанфики на вкус. Прежде чем мы начнём. Поскольку я буду сегодня петь, попробуй фанфик от Вайфа в голове. Ну, это действительно ощущается по-другому после того, как много выпьешь. Озвучка фанфиков Вайфу в голове. Просыпайся с удовольствием. Хорошо. Сегодняшний наш гость... Его зовут Хо Ши. Сверяпый танциальный лидер Севентин. Я слышал, что это было знаменитое пиар-место. Я хотел бы продвигать БСС, которые вернулись через пять лет, а также продвигать себя. Во время сегодняшней выпечки я не хочу плакать. Хо Ши! Здравствуйте! Привет! Приятно познакомиться, присаживайся. Приятно познакомиться. Взаимно. Хо Ши. Лидер группы Севентин. За его глазами скрыт милый Хамзи Хо Ши из Севентин. Я принёс вам подарок. Подарок? Да. Это просто фигурка Ментая. Фигурка Ментая? Да. Я подумал, раз у вас уже все есть. Можно открыть? Да, конечно. Вау, это так мило. Просто повесить на дверь? Да, просто повесить. Он забирает плохую энергию и приносит хорошую. Вау, спасибо, хороший подарок. Прости, у меня для тебя ничего нет. О, все в порядке. С Новым Годом. И тебе с Новым Годом. Ты пришёл чуть раньше 10-10? Да. Хо Ши. Приятно познакомиться. Чучвета, отличное место для пиара. Да. Это единственная причина, по которой ты пришёл? Вообще-то нет. Без такой возможности, как эта. Да? У меня никогда не было возможности поговорить с вами. А-а-а. Просто расслабься и успокойся. Понял. Мы никогда не встречались наедине, верно? Да. Мы часто сталкивались друг с другом в телешоу, и теперь мы часть одного агентства. Верно. Я видел тебя пару раз в спортзале. Да, я видел вас тоже во время музыкальных шоу, или в спортзале, или в новостях. О, да, это было вирусным некоторое время. Челлендж Хо Ши, Ран БиТиЭс. Ой, я много работал над этим. Я это видел. Ты видел? Обычно я не ищу что-то онлайн. Да. Но у нас есть групповой чат группы. Да. И Хобби предложил прислать нам видос с этим челленджем. Он говорил про вас, они такие потрясающие, они замечательные. Я видел много людей, которые выполняли челлендж. И ты тоже танцевал этот челлендж. Да. Ты классный танцор. Я хотел его сделать хорошо. И так получилось, что мы репетировали для нашего концерта в Японии. Так что я снял его с танцорами. Я был очень благодарен за это. Да ладно вам. Я бы хотел поблагодарить всех, кто исполнял этот челлендж. Нам понравилось. Но не было возможности поблагодарить. Так получилось, что не было просто места, где я мог бы поговорить об этом. Поэтому я всегда хотел сказать спасибо, если мы когда-нибудь встретимся. Это было здорово, спасибо. И вам спасибо. Каждый раз, когда я снимаю с учвета, я с нетерпением жду этого момента, правда. На наше шоу гости приносят напитки. Да, я подготовился. Я слышал, вы любите виски. Все до сих пор приносили разные вещи. Я знаю, Арджик Дэниелс. Да. Американский виски с мягким уникальным вкусом и ароматом. Есть особая причина, по которой ты принес это. На самом деле, я много о нем знаю. Об алкоголе. Или о названиях и брендах. И я все равно не умею пить. Но когда мы были в туре, из-за смены часовых поясов, мне было нелегко общаться с участниками. Понимаю. Поэтому мы немного выпили, алкашка была крепкой, и я действительно заснул после трех или четырех стаканов. Так я и познакомился с этим напитком. Виски, который помог Хо Ши уснуть. Тогда давай немного выпьем. Да. Как ты обычно его пьешь? На самом деле, я... Я пью его с колой. О, тогда мы можем выпить его с колой. Да. Раньше я любил их смешивать. Я добавлю лед. О, спасибо. Ты можешь просто спокойно говорить. Тебе не нужно быть со мной таким формальным. Можно звать тебя Хён? Да, так может быть и лучше. Но мне нравится говорить официально. Это не потому, что мне неудобно. Я разговариваю официально со всеми, кого встречаю. Достаточно льда? Да. Делай все, что захочешь. За знакомство. Просто расслабься, расслабься. Хорошо. Так как у меня никогда не было шанса поговорить с вами... Ты мог бы просто поговорить со мной. Я не мог заставить себя. Из Севенсин Минхао. Минхао, да. Я встречался с ним несколько раз лично. Мы продвигались примерно в одно и то же время. Да, раньше. Вы ребята всегда были там на телеке? Ну, на всяких шоу сложно сблизиться. Так близко никто не контактирует. Да, верно. Это довольно сложно. Тэйян был здесь некоторое время назад. Мы дебютировали намного позже, чем они. Поэтому я чувствовал себя очень напуганным. Тэйян также сказал, почему люди боятся нас? Мы тоже так чувствуем. Я тоже так чувствую на самом деле. Намного сложнее сближаться со старшими артистами. Да ладно, с нами не так уж и сложно. Правда. С нами не сложно сблизиться? Между нами разница всего два года. Да, но всё же с вами было трудно сблизиться. Мы сблизимся сегодня. Это было бы здорово. Итак, ты недавно был в туре. Да. Вы были в Японии и Штатах, верно? Да. Верно. Благодаря вам у нас теперь гораздо больше промоушенов в Штатах. Как это благодаря нам? Это потому, что Севентин хороши? Мы действительно всё развили и создали атмосферу. Честно говоря, мы смогли попасть на американские телешоу только благодаря вам. Нет, это потому, что каждый преуспел по-своему. Я действительно не думаю, что мы что-то сделали. Нет, вы должны знать, что вы сделали. Вы создали такую обстановку. Все знают, что кей-поп-индустрия смогла продвинуться в Штаты. И всё это благодаря... BTS? Я думаю, что люди пришли туда благодаря своим собственным талантам. Севентин благодаря своим навыкам туда продвинулись. Я действительно не думаю, что мы принимали какое-то участие в этом. Возможно, мы немного открыли дверь. Но что произошло после этого, не было основано ни на чём из того, что мы сделали. Мы просто немного приоткрыли дверь. Вы сделали гораздо больше, чем просто открыли дверь. Нет, на самом деле мы этого не делали. Но спасибо, что сказал это. Держи, пари, все так думают. Спасибо за это, я действительно тронут. Спасибо, что сказал это. Но на самом деле все действительно так думают. Когда у нас много дел в расписании, я не могу не думать о том, как тяжело должно быть и вам. Они готовились к церемонии награждения, делая всё это. Это когда вы работали над вам. Думаю, это было очень суматошно. Да, приятно знать, что кто-то понимает. Но я знаю, насколько хороши Севентин, потому что мы виделись вместе каждый год. Я наблюдал за вами с вашего дебюта. Вы все были такими потрясающими на сцене. И мы с ребятами были очень впечатлены, когда увидели вашу группу. Я учился этому бизнесу у Педи, генерального директора Хан Сун Цу и продюсера Бан Ши Хёка. Я очень хорошо знаю, как они тренируют своих трейни. Видя это, я могу сказать, через сколько всего ты прошёл, чтобы начать выступать на сцене. Когда мы были трейни, мы смотрели это шоу, где все трейни плейдис собрались вместе, с камерой наблюдая... О, верно. Это был прямой эфир? Да. Когда я увидел это, я подумал, они зашли так далеко, серьёзно. Так думал, когда смотрел. И, к счастью, сейчас мы в одном агентстве. Да. Я думаю, это так здорово. Я тоже. Ну что, давай ещё бухнём? Давайте выпьем. Ты тоже здесь из-за БСС. После дебюта БСС в 2018-м вы вернулись спустя пять лет. Я видел ваше выступление. О, серьёзно? Да. Спасибо. На музыкальном шоу. Когда я увидел вас, я подумал, что это действительно интересные персонажи. У вас разные настройки для каждого выступления, которое вы делаете. Да, мы импровизируем. Вы импровизируете. Ребята, выпустите пар! Потому что вы дороже всех на свете! Друзья, сделайте что-нибудь! Заставьте меня следовать за вами! Ну, у Плэдис есть Оранж Карамель. Оранж Карамель, да. Когда вышла БСС, я подумал, что это действительно интересно. Расскажи нам, что ты думаешь о своём камбэке? Я понятия не имел, что мы выпустим альбом. Но агентство спросило нас, хотим ли мы его выпустить. И все участники подумали, что было бы здорово. Заглавный трек называется «Файтинг». Так. Как и название, мы хотели бы сделать его весёлым. И просто развлекаться во время промоушена. И это буквально просто означает «Файтинг». Трек «Файтинг» с участием Ли Йон-Джи? Да, да. Ты познакомился с ней благодаря этому шоу, да? До шоу. Цинк Ван сначала познакомился с ней. Ага. Сначала они говорили об этом между собой, а затем связались с агентством. Это один из треков? Это заглавная песня. Тогда как вы проводите музыкальное шоу? Мы делаем это в течение одной недели, и Йон-Джи подстроила расписание под нас. Она такая надёжная? Вера. Должна быть, она сильно занятая. Но у неё отличный характер. Может, мы послушаем её сейчас? Мне интересно. О, песню? Давай, наливай хорошенько. Нормальная такая песня. Я серьёзно. Вернулись спустя пять лет. Мы ваши БСС. Откуда берутся все эти талантливые люди? Я вижу, как ты выступаешь на сцене. Что ты делаешь? Файтинг. Думаю, это ваша фишка. Для Севентин и БСС. Это оптимальный, оптимистичный жанр. Вы лучшие в этом в Корее. Я правда так думаю. У вас правда было столько энергии, когда вы записывали этот альбом? Для нас это было немного сложно, поэтому мы все очень усердно работали над этим. Мы втроём работали над текстом. Вы, ребята, продюсируете собственные песни. Вузи также продюсировал эту песню? Вузи и Бомзу работали над ней сначала, затем над ней работал Эскопс. Наш лидер и я. Примерно четверо и пятеро из нас написали песни сообща. Сначала мы писали её для Севентин, но она звучала как для БСС, и мы её оставили. Такое прозвище «Спойлер Квон». О, да. Ты кидаешь спойлеры? Ты должна быть Ким Нам Джон. Мы не будем есть травку, как бы мы не голодны. Мы не будем есть травку, как бы мы не голодны. Спойлер Квон сделал это снова. Что заставляет тебя спойлерить? Например, честно говоря, я думаю, что хочу привлечь много внимания. Это правда, некоторые люди действительно такие. Парни, которым нужно немного внимания, делают это. Некоторые люди действительно спойлерят изо внимания, потому что мы готовимся к клипу примерно 3-4 месяца. К тому времени мы столько уже слышали песни. Да, и столько репетировали. Слушаешь песни тысячи раз. Так что некоторые люди просто естественно упоминают об этом. Да. На этот раз ты не выдал спойлеров? Ты не ходил вокруг, говоря «файтинг?» Думаю, ты это делал. Это правда. Я знал это. Я на «Виверс» написал «файтинг». Правда. Получается, ты действительно выдал спойлер. Ты действительно спойлер Квон. Ты пришел продвигать БСС сегодня, но... Я также хотел бы, чтобы ты поговорил о себе тоже. Вещи, о которых нам на самом деле нельзя говорить на прямом эфире, или о вещах, которые ты не говорил. Давай поговорим о подобных вещах сегодня. Хорошо. Пришло время только для Хоши. Хоши, Квон Суён. Почему тебя зовут Хоши? Директор придумал имя. Ему понравилось, как оно звучит, поэтому мы придумали для него значение. И оно означает «тигровый взгляд». Так вот почему Хоши. Да, по-японски это означает «звезда». О, это действительно мило. Когда меня спрашивают, что значит «шуга», я отвечаю, что ничего не значит. Я говорю им, что даже не помню. Когда тебя принимали, я слышал, что кто-то в агентстве купил тебе мороженое. О, нет. Было не так. Ты подписал контракт из-за мороженого? На самом деле, мой двоюродный брат посещал занятия в колледже с одним из менеджеров по кастингу. Поэтому я пошёл на прослушивание. Мне перезвонили, но потом я пошёл на танцевальный конкурс, и там тоже был менеджер свой. Он мне купил мороженого и предложил присоединиться. Сколько тебе тогда было? Я был в девятом классе, когда присоединился. Я думаю, это действительно удивительно, как девятиклассник пошёл в агентство, чтобы стать певцом. Если подумать, ты был так молод? Да. И это такой долгий и трудный процесс. Верно. Когда я вижу тренинг, мне их так жаль. Понимаю. Напоминают мне о молодости. Они все хотят стать успешными, но реальность такова, что не каждый может. Должно быть, ты был действительно хорош, раз получил визитку в агентство. Поговорим о прошлом. Разговоры наподобие своего времени и так далее помогают сблизиться. Да, это здорово. Итак, ты начал жить с друганами? Да. Сколько у вас было в комнате? Вначале я жил с Ньюист. И так всего восемь человек. А потом, как только они перешли в дебютную группу, к ним присоединилось ещё больше стажёров. Их всегда было больше десяти. В одной комнате? Да. С тремя двухъяростными кроватями? Верно. И один спал на полу? Да. Жиза. Некоторые спали на матрасах в гостиной. Понимаю. У нас в одной комнате было одиннадцать человек. Правда? Да. Не думаю, что нас было больше десяти в одной комнате. Потому что вы не знаете, сколько дебютируют. Да. У тебя бывало такое, что ты что-нибудь постираешь, но потом не можешь никак это найти? Было. Носки и нижнее бельё труднее всего найти. Нижнее бельё практически невозможно. Потому что его кто-то случайно забирает. Бывало такое, что люди просто случайно берут твои вещи, не замечая. Тогда условия были очень плохими. Да. Теперь Плэдис и Хайп стали крупными компаниями. Да. Но когда мы дебютировали, у нас было всего около десяти сотрудников. Да, верно. Вероятно, то же самое было и с Плэдис. Да, да, да. Там не было даже двадцати. Да. Так мы начинали. Пережили трудные времена и не опускали руки. И стали классными певцами. Когда я впервые вас увидел, я знал, что Савантин станут крутыми. Просто ты видишь, что есть особенные люди. У них глаза сверкают. Они живые. И для меня Савантин были такими. Когда они на сцене, у них страсти больше, чем у кого-либо. Савантин потрясающе. Спасибо. Вы работаете до изнеможения. Думаю, это важно сказать. Быть хорошими важно, и гении могут выглядеть круто. Но когда вы тренируетесь вместе, вы можете видеть, с чем сталкиваетесь на сцене. Глаза у вас сумасшедшие, когда вы выступаете. Такие люди просто потрясающие. Думаю, так же было у нас. Да, верно. Вероятно, мы выступали с таким видом. Если бы я был фанатом, я бы уделял больше своего времени певцам, которые были амбициозны в этом отношении. Вы круто выглядите, когда выступаете. Для меня «Блэк Сван», «Он», «Баттер» и «Дайномит». Я был потрясен каждой их песней. Я говорил такой «Вау!» Хоть вы имеете огромный успех, но каждый из вас всегда привносил что-то новое. Так что я смотрел каждое ваше выступление. Я смотрел все ваши выступления на церемониях в Штатах. Я даже смотрел онлайн-концерт «Он». «Он», почему ты все смотришь? Я действительно хотел бы знать, как вы создавали выступление, так как вы лучший. Польщон. Думаю, было бы странно не смотреть. Спасибо, что сказал. Поэтому смотрю. По иронии судьбы, я перенес операции на плече из-за «Блэк Сван» и «Он». И у вас с самого начала было больное плечо? Да. В «Блэк Сван» есть такое движение. После этого я едва мог пошевелить рукой. Иногда я выворачивал плечо, я знаю, каково это. Ты знаешь? Ты делал операцию? Нет, еще нет. После нее становится легче. Ты знаешь, каково это в туре. Неважно, насколько зафиксируешь плечо, или будешь его лечить, или приложишь лед, оно все равно будет болеть. На гастролях я делал снимки плеча в каждом городе. Мне приходилось делать уколы, а потом во время всех этих концертов и всего остального в промежутках, мое плечо просто отказало. Знаете что? В эти дни, на выступлениях церемонии награждения, вы были теми, кто начал высыпать с группой танцев и сделали сцену действительно яркой. Так. Начало легенды, 14-й год. Первые начали устраивать масштабные представления с танцорами. И теперь все делают так. Я слышал, что ты наблюдал за всеми церемониями, а ты был на них? Пару раз присутствовал, был на нескольких, и мы чувствовали, что должны делать так же, так же выступать с многими танцорами. 13 танцоров в идеальной синхронизации с обеих сторон. Выступление Севентин. Люди возлагают большие надежды на кей-поп. Я действительно извиняюсь за все, что мы сделали для кей-попа. Мы сделали много вещей, которых не должны были делать. Такие вещи, как BTS Boom на YouTube. Да, мы это сделали. Мы начали это. Да, верно. Сделали BTS Today и размещали групповые снимки после работы. Верно. Мне очень жаль. Но все же команды, которые дебютируют сейчас, и мы, на нас действительно повлияли BTS. Я серьезно. Мне просто очень жаль. Но, когда я смотрю выступление на церемонии, вам действительно есть о чем сожалеть. Мне очень жаль. Мы просто... Подняли планку для кей-попа, теперь все делают как они. Мы просто очень старались. Тогда мы чувствовали, что должны что-то сделать. Я так нервничал перед тем, как пришел сюда. Правда? Когда молодые артисты приходят ко мне, я стараюсь дать им много советов. Мы честно говорим о разных вещах. Я думаю, что вы действительно великолепны. Вы действительно известны своей хореографией. У BTS есть J-Hope. У Seventeen есть Hoshi. J-Hope, правда. Это то, что я слышал. Лидер танцев BTS – J-Hope. Лидер перформансов Seventeen – Hoshi. Когда я ошибаюсь, я веду себя так. Я смотрю на него так. Если наши взгляды встречаются, я чувствую себя таким маленьким. Я говорю, прости, прости, Хосок. Я исправлюсь. Мамбера и Seventeen ведут себя так же с тобой? Я думаю, что они немного насторожны относятся ко мне. Я слышал, что Эс Коупс боялся тебя. Может, немного? Но Зейд больше. Зейд – хороший танцор? Да. Но у него свой собственный стиль бэтбоя. Да. Он любит танцевать свободно. Но нас много, и нам нужно следовать определенным правилам. Правильно. И у нас определенная хореография. Так что, если он сделает небольшую ошибку, он смотрит на меня настороженно. Я много с ним разговариваю, так как я действительно забочусь о нем. Он хорош в фристайле, да? Да, так и есть. Нас все мирят, так что это тяжело. Настраивать строй сложновато. Верно. И вроде как приходится поворачиваться и двигаться вот так, но вдруг кто-то появляется из ниоткуда. Это процесс, через который вы проходите. Но на самом деле я тот, кто ошибается. Такие вещи случаются. Но для 13 человек у вас должно быть все по-другому. Как вы это делаете? Как они движутся синхронно? Правда в том, что мы хотим стать лучшими, как BTS. Вы уже лучше? Нет, еще нет. Мы не думаем, что лучше всех. Мы просто хотим делать все возможное, чтобы стать лучше. Мы хотим достичь уровня совершенства, чтобы практиковаться. Если делать это правильно, это будет быстрее. И с таким мышлением мы старались делать все возможное. Мы всегда делаем все возможное. Мы тоже прошли через это и продолжаем это делать, потому что у каждого из нас есть свой график. Но в конце концов, мы все хотим показать отличное выступление. Верно. 13 человек превратились в одну волну. 26 ног двигаются синхронно под звук. Они сделали все возможное. Я слышал, что ты не учился танцевать до того, как стал стажером. Верно. Я просто копировал хереографию кей-попа. Ты был гением. Нет, нет, нет. Я не был гением и до сих пор не понимаю, почему я был принят тогда. Честно. Даже я бы тебя принял. Серьезно? Допустим, если бы меня попросили продюсировать, я бы взял тебя ключевым участником. Я часто сравниваю это со спортсменами. Скажем, это как баскетбол. Ты не сможешь победить, если все игроки играют в нападении. Да. Ты не сможешь, если все играют в обороне. Должен быть баланс. Но вы... Да. Если вы продюсер... Да. Вы когда-нибудь хотели спродюсировать свою собственную айдл-группу? Мне вдруг стало любопытно. Об этом... Я несколько раз говорил об этом друзьям. Но это требует принятия решений о чьей-то жизни. Например, когда вы впервые начали тренироваться с маленькими детьми, которые еще подростки. Это их жизнь. Думаю, мне будет слишком тяжело с этим справляться. У руководителей наших агентств тоже задеты чувства. Верно. Бывало много случаев, когда они чувствовали себя уязвимыми. Тем, что говорят участники. Но их положение мешает говорить о чувствах. Ясно. Скажем, я продюсирую песню. Так. И... Им это не понравилось. Они спросят, можем сделать другую песню. Тогда было бы странно, если бы меня это не задело. Конечно, было бы больно. Даже взрослому будет не по себе. Я понимаю. Давай выпьем, я так развлекаюсь. Я тоже, мне очень весело. Я так завидую людям, которые могут писать песни. Написание песни? Да. Поскольку они могут писать песни и треки. Я могу участвовать в написании песен, но я бы не смог сделать это без посторонней помощи. Да нет. Так что я действительно завидую этому. Наша работа заключается в создании музыки, а мы музыканты. Верно? Верно. Думаю, ты быстро станешь лучше. Это не сильно отличается от создания хореографии. Я думал, что вы действительно удивительны, потому что у вас есть плотный график, поскольку вы певцы и айдолы. Но у вас еще есть время для написания песен. Думаю, это невероятно. Знаешь, я не хотел быть певцом или знаменитостью. Я просто начал писать песни. Я всегда ношу с собой свое оборудование. Да, именно поэтому я думал, что вы классны. Я думал, что вы будете слишком заняты концертами. Но вы также пишете песни. Иногда я думал, что когда BTS неизбежно пришлось сделать перерыв, мне нужно было бы создать что-то свое. Вот почему я писал песни. Но также я делал это потому, что это было весело. В основном я думал, что делать ту или иную работу было очень весело. Меня кое-что беспокоит в последние дни. Так. У нас много участников, нас 13 человек. И не всегда получается вместе проводить время. Я действительно не понимал это, когда был моложе. Но теперь, когда время прошло, мне вдруг стало немного грустно из-за этого. Понимаю. И 13 из нас были вместе с самого начала, все время. Ты не можешь без них. Мы также... Поскольку нас так много, мы не можем в одновременно все вместе встретиться. Это займет много времени, прежде чем все 13 снова соберутся вместе. Я не знаю, что мне делать в это время. Это то, о чем я часто думаю. И так, пока мы вместе, можем работать. Вы много хотите сделать? Да. Я хочу работать усердней. Мы чувствовали то же самое. Я не знаю, с чего начать. Мы знаем лучше, чем кто-либо. Проблемы с 17. Вот почему я действительно хотел с вами встретиться. Потому что мы были группой следующего поколения, которая следовала за вами. Я не уверен, что знаю все ответы на твои вопросы, потому что мы тоже идем по этому пути. О, кто знает. Беспокойство, которое вы чувствуете больше, чем кто-либо. Давай тебе налью. Ну, прошло 9 лет с тех пор, как вы дебютировали. Я знаю, да. Время так быстро пролетело. Ох, оно летит слишком быстро. На самом деле, я... Немного льда. Все в порядке. Почему не влезает? Я сам. Я разобью. Ничего страшного, просто положи. О, спасибо. Я тебе тоже положу. Я сам могу... То, что я говорю об этом, это здорово. Я так благодарен вам за все это, что я здесь на самом деле. Я немного интроверт, поэтому, когда я услышал о Сучвита, я подумал, что должен набраться смелости, чтобы прийти сюда. Я хочу, чтобы молодым было комфортно со мной разговаривать. Мне так много нужно им сказать. Но я также слышал, что вы беспокоитесь о том, чтобы взять отпуск. Это немного... Как я уже говорил, мы можем работать в команде только по расписанию. Я думаю, что если я возьму отпуск, то это начнет давить на меня, будто сверху есть потолок, и вода будет постепенно наполняться. Вот почему я чувствую, что не должен отдыхать. Я тоже был таким. Правда? Да. Еще шесть месяцев назад я записался на все эти уроки как сумасшедший. Это было похоже на безумие. Я уделял занятиям более десяти часов в день. Поэтому я знаю, что ты чувствуешь. Потому что это так. Я встретил кое-кого некоторое время назад и говорил с ним об этой же проблеме. Он сказал мне, что когда вы снова будете вместе, почему ты думаешь, что все изменится и армии будут другими? Я думаю, что быть певцом значит продавать воспоминания. Конечно, мы также исполняем музыку. Единственный способ, к которому мы можем вернуться назад, это наши воспоминания. И через музыку мы можем, как в машине времени, вернуться в прошлое. Конечно, мы можем быть не такими популярными, когда вернемся. Мы не сможем каждый раз привлекать много внимания. Но когда мы вернемся, люди вспомнят эти эмоции из прошлого. Да. И мы не сможем делать все так же, как раньше. Так что, думаю, и тебе не стоит из-за этого слишком беспокоиться. Я был тем, кто беспокоился об этом раньше. Караты Севентин. Караты Севентин. Армии и БиТиэс. Армии и БиТиэс. Любить кого-то безоговорочно – это одна из самых сложных вещей. Это правда. Это очень ценно. И поэтому для людей, которые любят нас, мы должны выступать хорошо. И мы должны вернуться всей командой, как только сможем. Для того, чтобы вы знали, станьте кем-нибудь. Это должно быть весело. Мы несем ответственность за своих фанатов, чтобы они получали удовольствие от выступлений. Однако, думаю, что наша миссия сейчас – это не о том, чтобы стать более успешными. Или о лучших результатах. Сейчас фанаты так стараются, чтобы это все произошло. Мы должны быть благодарны за это. И оставить с ними много воспоминаний. Сделать много совместных воспоминаний. Выпьем. Ты много разговариваешь с мемберами, верно? Да. Теперь ты можешь говорить еще больше. Мы тоже много говорили об этом. Что мы лучшие, когда мы вместе. Верно. Фанаты любят нас, потому что мы команда. Да, команда превыше всего. Что бы там ни было, я должен помогать команде. Командные участники всегда на первом месте. Я уверен, что все заботятся о команде. Так же и для нас. Ты говоришь об этом в подходящее время. И в конце концов, все сложится так, как ты хочешь. Севентин – такая же слаженная команда. Я сейчас немного навеселее. Поэтому, когда я слушал вас, я такой, это именно то, что я чувствую. Но я не мог вспомнить этого, когда хотел что-то сказать. Возможно, ты завтра не вспомнишь, о чем мы говорили, но все в порядке. Просто запомни это чувство. Мне нравится. Просто прочувствуй, что я говорю. Не вспомню, но слушая фанфики, буду чувствовать себя хорошо. Я разговаривал так же и с другими людьми. И с тобой было приятно сидеть. Мне тоже было очень весело. Хочешь, можем потом продолжить? Сучви Тайи – сегмент под названием «Машина времени». Так. Есть ли какой-то момент, в который ты хотел бы вернуться? Я хотел бы вернуться в тот момент, когда я был в школе. В средней школе, да. Давно это было? С восьмого года. По 2010-й. До того, как я стал трейни. Я тогда хотел стать певцом. И музыка была такой веселой тогда. Я тогда был глупым, но было очень весело. Каким учеником ты был в средней школе? Я был просто улыбающимся ребенком. Я просто тихо ходил в школу. Но был довольно общительным. На школьных фестивалях. Основываясь на том, что я только что видел, я думаю, что ты был очень общительным. Да, я был. Я танцевал во время перерыва. Помню, выступал на фестивалях в средней школе. Я тоже. Когда я выступал на фестивалях, это был первый раз, когда я получил так много аплодисментов и внимания. Ты не вернешься, когда прочувствуешь этот вкус. Это верно. Как только я почувствовал этот вкус, я стал более амбициозным и хотел больше любви и внимания. Так вот, почему ты хотел стать певцом. Да, такие аплодисменты невозможно забыть. Стать перед большим количеством людей и показать им, что ты делаешь хорошо. Да. И слышать, как они аплодируют тебе. Вот почему быть певцом это что-то особенное. Да, уникальное. Верно. И мне интересно, если бы ты вернулся, ты бы сделал такой же выбор? Я думаю, да. У меня нет сомнений по этому поводу. Ты должен быть Хо Ши. Я бы сделал это снова. Это не должно быть тяжелым, но как Хо Ши и Квон Цу Йон. У тебя есть какая-нибудь мечта? Я бы хотел, чтобы мы вместе с командой были вместе до нашей старости. До какого возраста? Пока не перестанем быть крутыми на сцене. Севентин – алмаз 13-гранями. Он может показаться самым ярким на первый взгляд. Но на самом деле он ярко сияет для других. Для Хо Ши, Севентин – это все. Поставляет автограф. Файтинг. Файтинг. Это был Хо Ши. Хо Ши – четвертый гость, полный энергии и страсти. Челлендж. Челлендж. Сложно или хореография? Если ты мне позвонишь, я прибегу. Ты не сделаешь этого. Нет, правда. Я серьезно. Да ладно тебе. Просто расслабься со мной, и все. Я и так расслаблен. Я прибегу. Я чувствую себя расслабленным. Потом можем выпить. Я серьезно? Я и так расслаблен. Хочешь потом зайти ко мне? Какое печенье? Кунг Куки. Клип из печенья. Я принесу тебе чего-нибудь попить. Зашел в студию Шуги. Сними обувь. Ой, извините. Я только начинаю запись. Я вижу. Вам нравится баскетбол? Да, я люблю баскетбол. Я недавно видел Слен Данг. Немного звонили, когда люди увидели это. Слен Данг? Да. Манги 19 лет. Они много разговаривали, до поздней ночи. Если вам понравилась озвучка, обязательно оставляйте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал Зозя Озвучка. Также у меня есть канал по озвучке фанфиков Вайфу в голове. Если вы хотите, вы также можете поддержать мое творчество на Бусти. Все ссылки вы найдете в описании к видео. До новых встреч.